ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Права продавались от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории и в зависимости от образца. Куков, бывшие сотрудники ГИБДД, МВД РФ, Ультарстан. Создается просто вот такой ажиотаж, когда люди вынуждены давать сотруднику ГИБДД взятку. Только следствием, вот сейчас доказано, 250 эпизодов получения водительских удостоверений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я лично никаких денежных средств не принимал ни от кого. В наше поле зрения попадаются поворотники, которые просочились в органы внутренних дел для решения своих вопросов. Мошенники обещают, что при использовании поддельных водительских удостоверений проблем не будут, но обещают, что проблемы будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Купить права и не погибнуть в ДТП. Об этом мечтают те, кто не хочет учиться в автошколах. Их девиз – деньги решают все. Экзамены в ГИБДД сдавать необязательно. Главное, чтобы свой человек в погонах был в нужном подразделении. Теневой рынок водительских удостоверений в России существует уже давно. Не секрет, что приобрести пластиковые карточки можно в любом регионе. Интернет кишит подобными объявлениями. Кто продает право сей за руль? Как спецслужбы борются с торговцами удостоверениями? Что грозит тем, у кого в кармане левые права? Мы здесь за это дело провели свое собственное расследование. Это будет «Честный детектив». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Рустама никогда не было собственного автомобиля. За рулем он тоже не сидел. Опыт вождения нулевой. Но молодой человек всегда мечтал о правах. Рустам согласился участвовать в нашем телевизионном эксперименте. Мы решили проверить, действительно ли можно получить настоящее водительское удостоверение в обход установленных законов и правил. И сколько это стоит? Наш герой без особого труда нашел в интернете телефон одного из торговцев правами. Заветную карточку пообещали сделать за месяц. Назначили встречу. Продавец московского фотомагазина встретил Рустама прямо на своем рабочем месте. Незнакомец представил с Андреем. Оказалось, что он посредник и работает с клиентами. Ну, я забираю документы. Купил паспорт, это 4 фотографии. И справочку мы делаем в эту сумму все входит. Далее, в чинении двухтрехних делах, конечно, цукает сумма. Вы едете, в чем-то двухтрехних с вами созванется человек. Он будет вами заниматься. Вы снимаете на экзамен. То есть нажимаете кнопки, в этом порядке. Да, все плачет. Права, то есть они там натуральные. Все будет в базе. Вы будете получать в общем окошечке того, где все выключают. Естественно. С госрегистрацией там. Естественно, естественно. Но он же не на руки привезет. Вы будете получать в общем окошке у того медицинера, который всем выдает. Просто вам галочки себе поставить, то все не придает. Хорошо. Наш эксперимент мы проводили в Москве. На тот момент права стоили 20 тысяч рублей. Рустаму подтвердили, что его пластиковая карточка будет готова через 30 дней. Это несмотря на то, что у нашего помощника не было ни столичной регистрации, ни медицинской справки. Но оказалось, что деньги решают все. Во время очередной встречи с продавцом фотомагазина Рустам передал деньги и свои фотографии. Добровольному участнику эксперимента пообещали перезвонить и назвать день, когда он должен будет посетить подразделение ГИБДД. Счастливый Рустам стал ждать. Впереди был целый месяц. И молодой человек решил съездить к себе на родину в Татарстан. В центре Казани произошло очередное ДТП. 20-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Владелец автомобиля скончался на месте. Родители погибшего юноши провели свое собственное расследование и выяснили, что сын незадолго до аварии тайно от них купил водительское удостоверение. Пластиковую карточку ему продали неизвестные сотрудники ГИБДД. К их поиску подключились оперативники управления собственной безопасности МВД Татарстана. Убитые горем родители потребовали от правоохранительных органов найти продавцов прав и привлечь их к уголовной ответственности. Необычное данное преступление заключается в том, что водовая водительское удостоверение, сотрудники ГИБДД, они ставят под угрозу жизнь многих людей. Получается, что по нашим городам ездят сотни тысяч человек, которые фактически не знают правила дорожного движения, которые не стремятся их познать и могут совершать дорожно-транспортное пришествие, и причем с тяжкими последствиями, со смертельным исходом. В России ежегодно около 2 миллионов 800 тысяч человек сдают экзамены на водительское удостоверение. Каждый третий выпускник автошкол утверждает, что ему приходилось давать взятку за получение прав. 60% севших за руль в первый же год попадают в ДТП. Всего на дорогах России происходит более 230 тысяч аварий. В прошлом году погибли 34 тысячи человек. Данными о количестве ДТП, произошедших по вине начинающих водителей, статистика не располагает. Оперативники республиканского УСБ внимательно изучили местный теневой рынок водительских удостоверений. В поле зрения сыщиков попали посредники и их основные партнеры по криминальному бизнесу. Торговцы правами вели себя как разведчики. Всегда думали о своей безопасности. Напрямую с клиентами никогда не общались, соблюдали строгую конспирацию. Водительские удостоверения получали те граждане, которые не проходили соответствующее обучение, не проходили медицинского освидетельствования, а также категории граждан, которая в свое время была лишена за нарушение административного законодательства, в том числе и за управление в интервью состоянии водительских удостоверений. Для того, чтобы выйти на след главаря торговцев правами, сыщикам УСБ пришлось внедрить своего коллегу в группу посредников. Параллельно с этим милиционеры негласно изучили личные дела подозрительных сотрудников ГИБДД, которые явно жили непосредством. За некоторыми из них было установлено круглосуточное наблюдение. После долгих поисков организатора криминальной схемы оперативникам УСБ удалось выяснить, что к оптовой продаже прав имеет отношение бывший инспектор МРЭО республиканского ГИБДД Николай Гуков. Основную роль играл Гуков Николай, который был сплотил вокруг себя бывший сотрудник ГИБДД, вокруг него уже, будем так говорить, двились несколько посредников, около 10 человек посредников. А те, в свою очередь, через посредников выходили уже на представителей государственных органов, на сотрудников ГИБДД, на сотрудников миграционных служб. И также выходили на директоров, начальников автошкол, так называемых РОСТО, ДОСАВ. Права продавались от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от категорий и в зависимости от образца. То есть кто-то хотел получить права старого образца, значит, где-то, ну, черно-белая фотография, кто-то хотел получить уже новые права, пластиковые. Поэтому, значит, цена колебалась от этого. Задерживать предполагаемого организатора оптовой продажи прав Николая Гукова оперативники республиканского УСБ не спешили. Сыщики решили установить личности всех работников ГИБДД, которые были тесно связаны с участниками шайки. Позже выяснилось, что оперативники УСБ вышли на след межрегиональной группировки, в которую входили бывшие и действующие сотрудники МВД Татарстана и Чувашии, руководители и инспекторы ГИБДД УВД Кировской области. По мнению следствия, они предлагали целый спектр незаконных услуг. За взятки, не обучаясь в автошколе, клиенты могли запросто получить водительские удостоверения, восстановить ПТС без участия владельца автомобиля и запроса на завод-изготовитель, или даже вернуть права, которых они лишились за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. От состоятельных клиентов требовались лишь паспорт, медицинская справка о состоянии здоровья, копия свидетельства о присвоении ИНН и деньги. Причём, если клиент был не готов самостоятельно проходить водительскую медкомиссию, услужливые посредники брали изготовление всего пакета документов, в том числе и справки о здоровье, на себя. Популярность этих криминальных услуг была довольно высока, ведь стоимость обучения в автошколах Татарстана заметно выросла за последние два года. В среднем с 7 до 15 тысяч рублей. Наряду с этим МВД Республики ужесточила контроль за сотрудниками МРЭО ГИБДД. Были созданы все условия для ликвидации теневого рынка прав. Проведение теоретической части экзамена происходит теперь только в электронном виде и под наблюдением скрытых видеокамер службы собственной безопасности. Кроме того, в МВД Татарстана была введена система поощрения сотрудников, отказавшихся от взятки. Сумма премии равна размеру взятки. Криминальные продавцы прав предлагали выгодные условия. Они гарантировали жителям Казани изготовление водительских удостоверений только в соседних регионах Чувашии и Кировской области. Там официальная стоимость обучения в автошколах не превышала 5 тысяч рублей. И главное, экзамены принимали с помощью картонных карточек, как и десятки лет назад. Все это предоставляло богатые возможности для противозаконных манипуляций с весомой прибылью. Подбирались люди, группа формировалась, собирались деньги. Отсюда на автобусах отправляли либо в Кировскую область, либо в Чувашию. Там они приезжали, расписывались и уезжали. Естественно, там никакие экзамены, никакое обучение не проходили. После этого, там через две недели, как правило, права привозили и уже отдавались на руки. Хорошо, следуй. Как утверждает следствие, во время наблюдения за бывшим гаишником Николаем Гуковым, оперативники установили личность его основных партнеров-сообщников. Оказалось, что забитые клиентами автобусы и газели регулярно отправлялись из Казани в сторону Вятских полян Кировской области и в город Канаш, республики Чувашия. Как следует из материалов уголовного дела, в Чувашии казанских покупателей прав встречали инспектор межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД Евгений Воробьев и начальник Канашской автошколы Валерий Анисимов. Оперативники считают, что бывший сотрудник ГИБДД Николай Куков вышел на Канашских партнеров через своих многочисленных знакомых в системе госавтоинспекции. Лично с ними он не встречался. Для этого у Кукова якобы были многочисленные партнеры-посредники. Задержав инспектором РЭО ГИБДД города Канаш Евгения Воробьева, оперативники обнаружили и ликвидировали еще один канал по продаже водительских удостоверений. Коллега Воробьева, начальник РЭО ГИБДД Вятско-Полянского КРУВД Кировской области Александр Рябов, по утверждению следствия, также участвовал в незаконной выдаче прав жителям Татарстана. Прямо в своем служебном кабинете он и был задержан. По словам оперативников УСБ, во время обыска у него обнаружили целую картонную коробку, забитую уже готовыми к выдаче новыми водительскими удостоверениями. Большинство получателей были жителями Казани. Начальник РЭО ГИБДД города Вятске-Поляны был очень состоятельный человек, очень весомый человек в своем городе. То есть его как бы боялись, уважали, был таким человеком. Начальник РЭО ГИБДД города Вятске-Полян неоднократно обращался начальнику роста ДОСАВ автошколы и просил и требовал, чтобы он зачислял, то есть директор автошколы зачислял людей, которых просил начальник РЭО ГИБДД. По мнению представителей Республиканского следственного комитета, начальник РЭО ГИБДД Вятско-Полянского ГРУВД Кировской области Александр Рябов тесно сотрудничал с бывшим казанским гаишником Николаем Гуковым и его сообщниками. Но сам Рябов почему-то до сих пор не понимает, в чем конкретно он виноват и почему находится не дома, а в СИЗО. Свой арест он считает показательной акцией. Шок вначале я перенес от того, что приехало 20 человек, окружили меня, начали объяснять то, что я открыл магазин у себя в маленьком городке по продаже прав. Ну, как бы я вывеску не видел, не вешал. Шок даже от этого, шок от всего. Следствие утверждает, что вы являетесь одним из главных участников организованной преступной группировки. Вот хотелось бы услышать ваше мнение и позицию по поводу этих обвинений. Ну, я считаю, что это все сфабриковано. Никаких тут кланов нет, особенно как бы в нашем небольшом городке, где каждый друг друга всех знает. Следствие утверждает, что в вашем подразделении водительские удостоверения продавали пачками. Что вы можете сказать по поводу этих обвинений? Ну, изъяли 250 документов, они считали, что это магазин, что я их просто-напросто выдаю. Без разницы, кому хоть прохожему с улицы. Мы продажей не занимались, мы исполняли свои функциональные обязанности. Я лично никаких денежных средств не принимал ни от кого. И не знаю, как здесь вошел я, как участник этого преступления. Однако у следствия есть другие данные. Якобы с каждого незаконно выданного водительского удостоверения сотруднику ГИБДД Кировской области Александру Рябову и его коллеге из Чувашии Евгению Воробьеву доставалось от 5 до 10 тысяч рублей. Оперативникам УСБ показалось, что жесткого контроля органов областного ГИБДД за доходами своих сотрудников не было. Руководитель маленького подразделения Рябов за полтора года пребывания на этой должности, по словам местных жителей, успел отстроить неплохой кирпичный домик и приобрести внедорожник. А Чувашский инспектор ГИБДД Евгений Воробьев, по данным следствия, владел в Канаше тремя квартирами, оформленными на близких родственников. В отличие от своих подельников по криминальному бизнесу, Воробьев держит крепкую оборону. Ни с оперативниками, ни со следователями, ни с журналистами он общаться не хочет. Чувашский инспектор ГИБДД молчит, как партизан. Вы участвовали в продаже водительских прав? Не участвовали? То есть мыслей никаких нет, да? Это вы считаете себя виновным преступником или как? У вас есть какая-то позиция? Нету, да? Нету, нету. Бывшего сотрудника ГИБДД Николая Гукова следствие считает главным организатором оптовой продажи водительских удостоверений. По этому громкому делу проходят не только его сообщники, действующие сотрудники госавтоинспекции Воробьев и Рябов, но и еще пятеро активных участников шайки. Они согласились сотрудничать с Республиканским следственным комитетом. Находясь в СИЗО, разработчик теневого бизнеса Николай Гуков готовится к судебному процессу и надеется, что на нем выяснится, кто был прав, а кто виноват. Считаете ли вы себя главным организатором этой группировки? И если не считаете, то какова была ваша роль в этом деле? Ну, меня пытаются сделать, значит, организатором данного сообщества. Значит, было выявлено, как я знаю, на последний момент, что-то около 250 эпизодов, и я так соображаю, что пытаются экриминировать их все мне. То есть вы главный? Да, 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 что именно я организовал, оказывается, вот это все. Рябу Воробьева я никогда прежде не знал. Никогда вообще. И даже не представляю, значит, если честно, где Рябов вот работал в Кировской области, я даже не представляю, как туда даже ехать. И то же самое, если Воробьев там где-то работал в Канадше, про Канадше я только знаю, что дорога на Москву проходит через этот город. Все, больше ничего не знаю. Ну, я сознаю, что я действительно, да, значит, при обращении ко мне моих знакомых, я действительно для их знакомых делал несколько раз эти водительские удостоверения. Я не отрицаю этого. Да, я делал это. А вы не думали о том, что выдавая тем людям, которые не учились водительские удостоверения, они становятся опасными водителями дорог? Честно говоря, я об этом не задумался. Одним из клиентов бывшего гаишника Гукова был житель Казани Михаил Купцов. Он участвовал в незаконном получении водительского удостоверения, о чем до сих пор жалеет. В конечном итоге Михаил потерял и время, и деньги, и права. Приехали в Канадше, подъехали к этому РЭО БДД, зашли туда, постояли минут 20, потерлись. Потом позвали к окошку, расписались, получили документы и все, и вышли. И права уже были при тебе? Да. После этого какое-то время ты с ними проездил? Да, было время. Проездил определенно. Просто услышал по телевидению, что сдают права купленные. Ну и решил тоже, думаю, чтобы было по закону, сдать права. Пошел в прокуратуру и сдался. Но не все владельцы купленных в Чувашии и Кировской области прав спешат на допросы к следователям. Многие клиенты арестованных сотрудников ГИБДД надеются, что до них очередь не дойдет. Впрочем, у оперативников ОСБ МВД есть списки тех, кто посетил подпольные лавочки торговцев правами. Те, кто купил, скажем так, водительское удостоверение незаконным образом, они рискуют быть привлечены к уголовной ответственности за дачу взятки через посредника сотрудника ГИБДД. Плюс по другим статьям уголовного кодекса Российской Федерации за использование данного документа. Поэтому желательно, чтобы они сами добровольно явились и сообщили нам о обстоятельствах получения водительского удостоверения. Однако большинство клиентов арестованных гаишников не торопятся расставаться со своими купленными водительскими правами. Поэтому оперативникам приходится самостоятельно вылавливать их в автомобильных потоках Татарстана. К началу судебного процесса оставшиеся на руках несознательные граждане левые права милиционеры планируют полностью изъять. На сегодняшний день только следствием, вот сейчас доказано, 250 эпизодов получения водительских удостоверений. Но по оперативной информации их гораздо больше, где-то более 800. Мы имеем такую информацию, что более 800 человек воспользовались услугами данной группы. То есть вы представьте, что вот эта категория людей, которая не обучалась, не имеет представления, она с такими правами. То есть они не фальшивые, они действительно настоящие права. Эти люди выходят на дорогу, садятся за руль автомобиля, что потом от них можно ожидать. Анализ показал, что наиболее большее количество совершенных ДТП как раз теми гражданами, которые имеют права, выданные по данной схеме. В Татарстане особое отношение к водительским удостоверениям, выданным в Чувашии или Кировской области. Если местный водитель предъявляет на посту ДПС права, полученные в этих регионах, его тут же подвергают тщательной проверке. Уж очень долго ждал этого торжественного момента Рустам, наш добровольный помощник и участник телевизионного эксперимента. Молодому человеку позвонили представители московского теневого рынка, водительских удостоверений и попросили приехать в ГИБДД. Последний обход кабинетов гаишников. И вот, наконец, заветное окошко. За что-то надо расписываться? Нет. Что же забрать? Юлосарян, 14-й. Уже выходя из здания ГИБДД, счастливый Рустам, держа в руках новенькую пластиковую карточку, на дверях одного из кабинетов увидел важное объявление. Внимание, уважаемые посетители, если у вас имеется информация о случаях вымогательства денег за сдачу экзаменов в ГИБДД, просим вас сообщить об этом в отдел Организации экзаменационной работы управления ГИБДД ГУВД Г. Москвы по телефонам. Через некоторое время мы снова встретились с нашим помощником и участником телевизионного эксперимента Рустамом. Вот эти права вы купили за 20 тысяч рублей. Именно эти права. А вы когда-нибудь сидели за рулем? Нет. Ни разу. Практики вообще никакой нет? Практики нет, никакой обстанет. Ну и знаки, наверное, не знаете? Так, очень теоретически очень предупредительные. То есть вообще не знаете, получается? Понятно. Давайте проведем эксперимент. Вот мы даем вам ключи. Надеюсь, машину не разобьете. Попробуйте завести автомобиль. Мы посмотрим. Пожалуйста. Вот с таким водителем вы можете встретиться на дорогах России. Это был честный детектив. Выводы делать только вам. Попробуйте, попробуйте дальше. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова